В этом видеоуроке я покажу вам 10 способов, как можно освободить место на своем диске, в частности на системном диске C. Это будут как и простые способы, которые неизвестны разве что начинающим пользователям компьютера, так и более сложные, которые не знают даже некоторые продвинутые пользователи. Итак, давайте начнем. Первый способ освободить место на системном диске, это конечно же удалить ненужные программы. Для этого перейдите в УСК, затем в панель управления, найдите здесь ссылку удаления программы. Вот все установленные у нас на компьютере программы. Они хранятся на диске C, соответственно занимают там немало места. Просто удалите ненужные утилиты и все. Таким образом вы можете освободить достаточно немало места. Здесь можно отсортировать программы по размеру. Вот у меня отсортированный, как видно самая большая программа занимает 295 мегабайт. Вот эта программа мне не нужна. Я могу ее выделить и нажать кнопку удалить. Таким образом я освободил практически 300 мегабайт. Выполнив эту операцию раз 5, мы освободим 1 или 1,5 гигабайта. Второй способ освободить место на системном диске не менее прост. Нужно удалить все файлы из корзины. Перейдите на рабочий стол и найдите здесь значок корзина. Вот он. Все файлы, которые мы удаляем, сначала сыпятся в корзину, то есть временное хранилище удаленных файлов. И они продолжают занимать место на системном диске. Откройте ее и выберите пункт очистить корзину. Подтвердите. Третий способ это очистить папку загрузки. Если вы не знали, то я сейчас вам об этом расскажу, что все файлы по умолчанию скачиваются на системный диск C. Если вы допустим скачиваете что-то с торрента или через браузер, допустим, какую-то программу, музыку и так далее, то все это сохраняется на системный диск C в папку загрузки. Перейдите в пуск. Откройте раздел компьютер. И слева найдите папку загрузки. Здесь мы видим некоторые файлы. У вас может быть больше, у меня меньше. Все эти файлы у меня скачались из интернета и сохранились на диске C. В данном случае, если я проверю, то увидю, что они занимают 470 мегабайт. То есть 470 мегабайт у меня зря лежит на системном диске C. Если эти файлы не нужны, то их нужно удалить. Если нужны, то переместить на другой диск. Таким образом, я освободил практически еще полгигабайта на системном диске C. Делайте так же. Четвертый способ освободить место на диске C, это очистить папки temp. Что это за папки, спросите вы? Папки temp это временные папки, в которых сохраняются временные файлы. Временные файлы интернета, временные файлы для обновления Windows, временные файлы для установки обновлений антивируса и так далее. То есть куча-куча временных файлов сохраняются на диск C в папке temp. Их две. Давайте их очистим. Перейдите в пуск, в раздел компьютер, откройте системный диск, далее надейте папку Windows и внутри папочку temp. Вот она. Откройте ее и посмотрите. Здесь очень много файлов. Все эти файлы не нужны. Нам нужно выделить эти файлы и для начала посмотреть, сколько они весят. В данном случае всего лишь 23 мегабайта. Но если вы чистили диск уже давно, то у вас будет больше этих файлов. Я удаляю эти файлы с зажатой клавишей shift, чтобы они удалились минуя корзину. Есть еще вторая папка temp. Добраться до нее немного сложнее, поэтому воспользуемся специальной командой. Нажмите на клавиатуры, клавишу win-r и пропишите такую команду. Проценты, темп с большими буквами и снова проценты. Нажмите ОК. Вот, открылась вторая папочка temp. Здесь я вижу уже файлов побольше. Я опять выделю все файлы и посмотрю, сколько они занимают места. В данном случае чуть-чуть побольше, но тоже очень мало. Проверяйте, у вас может быть это больше. Следующий способ освободить место на диске C. Это уже пятый способ. Удалить остальные ненужные файлы диска C. То есть выполнить очистку диска. Откройте раздел компьютер. Нажмите правой кнопкой мыши по диску и выберите пункт свойства. В открытом окне найдите кнопочку очистка диска. Нажимаем ее и ждем, пока это стандартная утилита Windows просканирует ненужные файлы и предложит их удалить. Вот, спустя буквально минуту программа очистки нашла мне более 2 гигабайт ненужных файлов. Нужно убедиться, что это ненужные файлы. Чаще всего они реально ненужные. Поставить галочки. Здесь и файлы резервных копий. Вот есть файлы обновления Windows. Временные файлы еще остались. И так далее. То есть почти 2,5 гигабайта ненужных файлов у меня лежит на системном диске. Я выделил все галочки и нажимаю ОК, чтобы удалить файлы. Подтверждаю. Таким образом я освободил еще немного места на системном диске. Шестой способ освободить место на диске. Перенести файл подкачки на какой-нибудь другой раздел. Нажмите по компьютеру правой кнопкой и выберите пункт свойства. Нажмите по ссылке дополнительные параметры системы. Перейдите по кнопочке параметры по первой. Здесь на вкладку дополнительно. И нажмите изменить. Здесь нам нужно снять вот эту галочку, чтобы файл подкачки не выбирался автоматически. И указать на каком диске должен храниться файл подкачки. У меня достаточно объемный диск D, поэтому я выберу его. И поставлю вот здесь переключатель. Указать размер. Выбираем нужный нам. Вот у меня рекомендуется 12 гигабайт. Ну я думаю хватит и 7. Поэтому поставили от 4000 мегабайт до 7000 мегабайт. Этого достаточно. Это даже очень много. Нажимаем кнопку задач. И жмем ОК. Изменения вступят в силу после перезагрузки компьютера. ОК. Если вы хотите освободить еще парочку и гигабайт на своем системном диске, то нужно отключить режим гибернации. Кстати, что такое файл подкачки и режим гибернации, вы можете почитать у меня на сайте. Здесь я на этом подробно не останавливался. Итак, давайте отключим режим гибернации. Для этого перейдем в пуск и найдем командную строку через поиск. Запустим ее от имени администратора через правый клип мыши. И пропишем здесь соответствующую команду для отключения режима гибернации. power.svg.exe пробел-h-пробел-off Жмем Enter. Восьмой способ освободить место на системном диске C это отключить восстановление системы, которая обычно занимает 2 или 3 гигабайта. Для этого перейдем в пуск, нажмите по компьютеру правой кнопкой и выберите пункт свойства. В открытом окне нам нужна ссылка защита системы. Вот. Здесь я вижу, что у меня восстановление системы включено на системном диске C. Я его выделяю и нажимаю кнопку настроить. Вот. Используется для восстановления системы сейчас 2.76, то есть почти 3 гигабайта. Чтобы отключить восстановление системы, можно нажать кнопку удалить либо отключить защиту системы. Нажать применить. Затем да. Сохраняемся. Таким образом, мы отключили восстановление системы на системном диске и освободили еще несколько гигабайтов. Но, если время от времени у вас случается с компьютером какие-то сбои, то я не рекомендую отключать эту функцию, так как она очень полезна и дает возможность восстановить свой компьютер в раннее более работоспособное состояние. Например, после попытки обновить драйвера или после атаки вирусов. В общем, будьте осторожны с этой функцией, она вам может понадобиться. Девятый способ освободить место на диске C – это воспользоваться специальной программой C-Cleaner. Официальный сайт программы расположен по адресу periform.com. Здесь вы можете скачать по кнопочке при дауннот последнюю бесплатную версию. Я установил эту программу и запустил. Вот она, Periform C-Cleaner. Она поможет вам почистить кэш браузеров и удалить прочие-прочие ненужные файлы. То есть, даже почистить рейстор можно, удалить много программ, найти дубликаты файлов и так далее. То есть, установите обязательно эту программу и с помощью нее выполните очистку диска. Если вам катастрофически постоянно не хватает места на системном диске, то десятый способ должен вам помочь. Что делать? Вам просто нужно увеличить место на диске. То есть, допустим, если у вас объем диска 40, 50 или 60 гигабайт, и вам его постоянно не хватает, то нужно увеличить его на 10, 20 или 30 гигабайт за счет другого диска. Для этого я обычно использую программу Acronis Disk Director. Нужно сначала отобрать у какого-нибудь диска несколько гигабайт. Например, я отберу у диска D, изменить размер тома и взять у него гигабайт, допустим, 20. Нажать ОК. После этого у нас появится незанятое пространство. Мы можем его приплюсовать к любому другому диску. В данном случае к системному диску. Нажимаем по нему правой кнопкой и выбираем пункт «Изменить размер тома». Ставим галочку «Добавить незанятое место к тому». И у нас появляется возможность все 20 гигабайт добавить к этому диску. Растягиваем вот эту полоску. И диск из 100 гигабайт превращается в 120 гигабайт. Нажимаем ОК. Пол дела мы сделали. Теперь остается «Сохранить изменения», нажав кнопку «Применить ожидающие операции». Здесь показано, какие именно операции будут выполнены. Но здесь, как мы видим, требуется обязательно перезагрузка компьютера. После нажатия кнопки «Продолжить» все операции будут выполнены. Но будьте внимательны. Не стоит выполнять эти операции с SSD диском. То есть, если у вас Windows установлена на SSD диск, то не нужно ему с помощью Acronis увеличивать объем. Эта операция может плохо кончиться. Поэтому увеличивайте объем диска только если это HDD диск. И еще, на диске, от которого вы отнимаете несколько гигабайт, обязательно после этого должно остаться достаточное количество места. То есть, если вы отнимаете, допустим, 20 гигабайт, то должно остаться 40 или 50. Иначе это также может плохо кончиться. Но, возможно, до этого и не дойдет. В этом уроке я описал еще 9 способов, с помощью которых можно освободить место на системном диске. На этом у меня сегодня все. Заходите на сайт, чтобы почитать текстовую версию урока. Ссылочку я дам под этим видео. Ставьте лайк, если понравился урок. И обязательно подписывайтесь на канал. На этом у меня все. До встречи в следующих видео уроках. И спасибо за просмотр.